Балтком Утро на Балткоме Их можно оценивать Понятно, что по сравнению с праздничными днями Которые были на Лигу Пять дней выходных, конечно, темпы выросли Но, наверное, еще не настолько Как бы вам хотелось, да? Да, спасибо, доброе утро Всем радиослушателям и вам Приятно с вами каждый понедельник говорить Да, так как вы говорите, данные Можно трактировать по-разному Конечно, возвращается темп, который был до праздников Но, как мы видим, до сих пор Средний процент Людей, которые получают первую вакцину Это 30% людей Но в то же самое время, конечно Я могу немножко дать тенденцию Которая показывает о том, что Начинает хорошо работать Именно подход вакцинации По возможности ближе К месту жительства Или к каждодневным, скажем, таким путям Людям Например, на этой неделе У нас опять было Извините, пожалуйста Что с голосом случилось? Нет, я надеюсь, что это не ковид Это вполне понятно Это от волнения Мы тоже каждый раз, выходя в эфир Боимся что-то не то сказать Нет, нет Куда-то он просто ушел Например, на ярмарках Мы достигли такой рекорд Людей вакцинированных на одной ярмарке Это было уявлено Вчера, в воскресенье Почти 150 человек За несколько часов В принципе, мы видим Что эти подходы И вакцинация в больших магазинах И вакцинация в ярмарках Она очень хорошо работает И она будет, как говорится Еще расширяться Например, на этой неделе Мы вообще планируем быть Не на четырех ярмарках А уже порядка десять Таких выездных вакцинаций На праздниках Как мы знаем В эти выходные Проходят звеньяки Светки По всему По всему Приморью И в принципе Мы в самых больших пунктах Начиная там Салкроста И кончая там Энгура И так далее И люди действительно идут И им это Удобно, конечно Да Да И вы знаете Люди тоже отмечают Что это Очень-очень удобно Не нужно никуда ехать Не нужно там Беспокоиться Там Записывать Потому что На ярмарках Так же, как в больших магазинах Ты просто приходишь Без записи И получаешь вакцинацию И еще Одна маленькая тенденция Конечно На этих выездных вакцинациях Большой популярностью Пользуется именно Янсен Одноразовая вакцина Вот Вы у меня фактически Фактически ответили На этот вопрос Потому что я думал Что если Допустим Это Pfizer То получается Что в следующий раз Нужно Опять приезжать На эту ярмарку Ну чтобы человек Получил вторую дозу Да Поэтому Янсен Наверное Это удобно в этом плане Да То есть приехали Укололи Да Через 14 дней Сертификат И вперед Но вы знаете На этих выездных Вакцинациях Мы вакцинируем тоже Людей Если они хотят Pfizer Особенно конечно Подростков Которым можно Только Pfizer И там Те Пока У нас нет Как на русском языке Те кто предоставляет Услуги Да Услуги по вакцинации Они отдельно уже записывают И отдельно связываются С людьми Которым нужна Вторая Доза Им уже Найдут место Которое по возможности Ближе к их месту жительства Чтобы получить второй доз Специально они будут Выезжать на эти ярмарки Да Вот я знаю Что же не только На ярмарке Вот такие выездные Есть Наверное Вы выезжаете В те самоуправления Ну где наверное Нет каких-то Больших медицинских центров Вот что там происходит Там тоже в основном Янсен Вот Может быть несколько слов Об этих выездных Вот в эти сёла Если так можно сказать Посёлки Да В основном Не в основном А в принципе 95% Вакцинации Которые не проходят Или в больших центрах Или в медицинских Медицинских учреждениях И у семейных врачей Это Янсен Потому что это быстро И удобно И людям больше не нужно Беспокоиться о том Что да как там Второй раз Где-то там нужно получить Да Что касается Наверное Понятно что это Мы уже говорили Пошли раз Это будет политическое решение О какой-то обязательной Вакцинации Готовы ли вы к этому Я имею ввиду технически Если будет принято решение Что вот те-то Определённые группы Вот профессий Должны быть вакцинированы В обязательном порядке Там я не знаю Учителя Ну хорошо Медики видимо По месту работы Учителя Работники полиции Социальные работники Как это дальше Может происходить Если будет такое решение Принято Ну как вы знаете В Латвии Много этих центров Массовой вакцинации Они до сих пор открыты И как мы знаем Что даже такой Пик вакцинации Когда достигала Факта вакцинации 120 тысяч в неделю Это ещё не предел Возможностям Которые можно достигнуть Мы можем вакцинировать 160-180 тысяч Фактов в неделю Поэтому В принципе Мы технически готовы Только нужен Интерес людей Кстати Что я хочу ещё отметить Я вам в прошлый раз Обещала рассказать О том Как будет Проходить вакцинация Людей в возрасте 80 плюс А на дому Я могу Может быть Уточнить Этот факт Значит Сеньоры Или их родственники Близкие Друзья Могут Во-первых Конечно Связаться с семейным врачом Семейный врач Отметит То что Человек желает Вакцинироваться Можно позвонить На 8-9-8-9 И кстати Тоже на Мановакцина.лв Можно Ну да Подать заявку Подать заявку Тоже на факт Вакцинации Притом не сам сеньор А или его близкий человек Или семейный врач Или там Родственник И в принципе Мы этот Эту практику Начали на прошлой неделе С прошлого понедельника Такая услуга Предоставлена И на данный момент У нас есть 1900 фактов Заявок На вакцинацию дома Вообще Для первой недели Вполне хорошая Вполне хорошая Цифра Мы забегаем вперед Но Может ли быть так Что после того Как удастся Вот успешно На дому Провакцинировать 80 плюс Может быть Вы пойдете дальше Там 70 плюс Да Потому что Нельзя сказать Что это молодые люди С прекрасным здоровьем Да Да Это очень важно Поэтому Сейчас наша тактика Такая Мы берем По возрастным группам Самый Как говорится Серьезный возраст Потом будем идти Ступенькой Ступенькой вниз Кстати Например Мы тоже Идем Такой тактикой Что сеньоров Идет такое Персональное Обзванивание На прошлой неделе Заключился Обзвон 10 тысяч Сеньоров Да Угопился Но я вам могу Тоже немножко Рассказать о результатах Если это интересно Да Конечно В следующий город Это уже будет Резакна То есть мы берем Большие города Один за другими И так будем двигаться В принципе По такой лестничке Большой город Следующий город И так дойдем Я думаю До каждого маленького городка Но в Дагу Былся результаты Такие Что только 12% Обзвоненных Пенсионеров Не пенсионеров А сеньоров Возраста 60 плюс Записались На вакцинацию 22% Серьезно Думают О том Что нужно Записаться На вакцинацию Ну и конечно Такая Драматическая цифра 48% Людей Отказывается От вакцинации По очень Очень разным Причинам Начиная От того Что уже Большие Хронические болезни Или там Врач Не советует То есть конечно Цифры такие Ну показательные Не значит ли это Что ну все-таки Надо как-то Более активно Работать Коммуницировать С самими Семейными врачами Потому что Ну как правило Если Человек Особенно пожилой Все-таки Без семейного врача Ему не обойтись Он с ним контактирует Иногда на протяжении Многих лет Да уже член семьи И наверное Семейному врачу Легче как-то Вот убедить Пациента Чтобы он Что ему нужно Привиться Особенно С хроническими Заболеваниями Особенно Да я с вами Согласна Что касается Семейных врачей На данный момент О 1300 порядках Семейных практик В Латвии Вакцинация Против Ковида Или как будет Против Ковида Да без разницы Или против Или от ковида Да От ковида 40% Семейных врачей Это конечно Небольшая цифра Это выбор Самих семейных Врачей То что мы Будем делать Мы начнем Такие региональные Семинары для Семейных врачей Где как бы Непосредственно И персонально Тоже Если будет интерес Будем рассказывать О том Что есть в вакцинации Какие последствия Каких последствий Нет На все персональные Вопросы Которые интересуют Врачей Ну вы знаете Например я сама Вчера Прочитала На BBC Ком Русская служба У них было Такое интересное Интересное интервью Тоже с Одним из ведущих Российских Эпидемиологов И Что мне казалось Интересным Что очень многие Проблемы У нас И в России Они совпадают И как раз Совпадают Именно Факторы Медиков Семейных врачей Потому что Люди И доверяют Медикам Но медики То же самое время Ну скажем Какой-то процент Не доверяют Вакцинам Так что там еще есть Над чем работать Нам всем вместе Да Что касается Над чем работать Ну время бежит быстро Уже менее двух месяцев Остается до нового учебного года Мы знаем Что рекомендовано Прививаться Файзером Детям 12 лет И старше Да То есть по существу Это получается Ну Шестого класса А что касается 12 класса Там вообще уже Зачастую Совершеннолетние 18-19 лет Есть ли в планах Вот Мы помним По нашему детству Когда даже Прививались Определенными Обязательными Прививками Прямо в школе Вот в этом Медицинском кабинете Может ли быть Такая ситуация Когда Ну не знаю Сентября С октября Будет возможность Тех Чьи родители Поддерживают Там Школьникам Тоже привиться Прямо вот Во время учебного процесса Если так можно сказать Да Что касается Вакцинации подростков 12-18 лет Я немножко Отдам статистики А потом Отвечу на ваш вопрос Мы одна из первых стран Европейского союза Которая начала Вакцинацию детей С 12 лет В этой группе С 12 до 13 На данный момент Почти 10% Вакцинированных детей Самый большой процент Вакцинированных Ну не подростков Это уже молодых людей Это в возрасте 18 лет Там уже около 35% Этой аудитории Кстати По этому показателю Мы одни из лидеров В Евросоюзе То есть наша Молодежь в принципе Она смотрит Довольно-таки положительно На вакцинацию Подросткам с 14 лет Что важно отметить Не нужно На согласии Родителей Или каких-то других Взрослых Чтобы записаться И получить вакцинацию Но что касается Вашего прямого вопроса У меня прямого ответа На данный момент Нет Когда он будет Я вам обязательно его дам Да Вот Еще может быть Что касается Вот Прививания пожилых людей И Мы знаем Что правительство Судя по всему Как раз завтра Поведет такую дискуссию О таких мерах На русском языке Наверное можно сказать Способствование Да Вот вакцинации Что это может быть Какие У вас предложения Ну у бюро есть По этому вопросу Потому что Ясно что Каких-то таких доплат К пенсии О чем Кто-то когда-то Предлагал Ясно что Это не будет Так можно понять По высказываниям Премьер-министра Что-то другое Не знаю Лотерея Еще что-нибудь Да Те самые материальные стимули Да Где они Да Да Завтра действительно Этот вопрос Он будет наконец-то На столе Кабинета министра Будут рассматриваться Разные предложения Разных министерств Как я вам говорила В прошлый раз То есть министерства До сегодняшнего дня Они разрабатывают Свои такие Рессорные Или скажем Ну Да Ведомственные Да Да Способы Стимуляции И так далее Конечно В принципе Будет на кону Вопрос о том Насколько обязательно Насколько не обязательно Вакцинация В определенных Профессиях Что касается финансовых Стимулах Это тоже Как мы знаем Политики И даже Министры кабинетов Могут принять решение Довольно-таки Так быстро И спонтанно В ходе дискуссии Но то что мы будем Выносить Это будет Факт лотереи И лотерея Для всех Вакцинированных Такой регулярной Лотереи Вплоть до 18 ноября Можно ли сказать Что сейчас Нет никаких проблем С поставками Вакцины По крайней мере Вот то что Сейчас на слуху Pfizer Jensen Moderna Они будут и дальше Как бы в распоряжении Может быть даже Появятся И другие вакцины Когда там Они будут зарегистрированы Вот в Европейском Агентстве лекарств Да На данный момент У нас нет Никаких проблем С Поставками Вакцины В нашем На наших складах Уже Так говорится Создается Отликом Ну такие Резервы Да 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 Знаете Да В нашей стране В принципе Человек может выбрать Какую вакцину Он хочет себе получить У нас нет проблем С выбором Поэтому Что касается Ну такого сервиса То мы к этому готовы Да Тогда может быть Еще Что касается Вообще Вот этого Процесса Вакцинации Может ли быть Там не знаю Какие-то еще Дополнительные стимулы Ну не знаю Для семейных врачей Чтобы они сами были Ну так можно сказать Заинтересованы Чтобы их пациенты Были привитые Ведь это относится Не только Наверное Вот к пожилым Людям Но и к тем Кто страдает Действительно Хроническими заболеваниями Которые входят в группу риска Там Гипертония Сахарный диабет Все сердечно-сосудистые Заболевания Лишний вес Понятно Что это все Как мы уже знаем По практике К сожалению Все это Способствует Вот действительно Очень тяжелому течению Может способствовать Заболеваемости Да Завтра Министерство здравоохранения Оно тоже Выносит Свои Свои Идеи По поводу того Как более тесно Работать с семейными врачами И кстати Тоже такие материальные Ну скажем так Финансовые стимулы Они будут Одним из Пунктов Которые Выносятся Как говорится На На работу Кабинета Министров Будем смотреть Как дискуссия пойдет Куда она пойдет Какие решения Примутся Но кстати Я могу ответить еще На один вопрос Который В прошлой неделе После публикации Профессора Дации Завадской Который является Председателем Совета по иммунизации Нашей в Латвии Как вы помните Там был Один Тезис О том Что уже Исследования Доказали Что люди Которые Переболели Ковидом То есть Есть факт Болезни Ковида Им вполне Достаточно Только одной Дозы Это была Большая дискуссия Как и когда В Латвии Это будет Приняться Когда не Будет Приняться Но завтра Именно этот Факт Будет Рассматриваться У нас В кабинете Министров И скорее всего Будет положительный Ответ Нужно просто Следить за Информацией Тогда в течение Недели Полторы недели Это будет Ссоциализовано С дигитальным Сертификатом И в принципе Люди Которые Переболели Ковид Могут Получить Одну Дозу И получить Полноценный Сертификат Это очень хорошо Что вы затронули В завершении Нашего эфира Очень важный Аспект Я провожу Параллели С отстой Со страхованием Автомобиля Когда иногда Люди забывают Когда у них Заканчивается срок И им приходит СМС Я к чему говорю Переболевшие Как мы знаем У них 180 дней После 11 дней После позитивного теста Понятно Что может быть Каждый в календаре Не сидит Не отмечает И вполне возможно Что придет Этот срок Окончания Этого сертификата Они даже забудут Что уже В принципе Во-первых Их сертификат Будет не действовать Во-вторых Для их же Собственного Здоровья и безопасности Пора бы уже Эту вакцину Одну сделать Да Но вы знаете Медики Они уже Давно рекомендовали Тоже написано Такой Вакцина Настольная книга По вакцинации Но можно Получить И советуется На 90 дни уже Да Что можно И нужно Даже получать Эту вакцину Раньше Особенно Если мы знаем У нас на фоне Идет Такой довольно-таки Опасный Индийский штамм Очень заразный Все эпидемиологи И Замятные Ученые Ученые Бьют тревогу Поэтому В принципе Мы советуем Людям Над этим подумать И принять Своё решение Спасибо большое Инга Васильева У нас была На прямой связи Видимо До следующего Понедельника Надеемся Всего доброго Что ж У нас Снова Пауза После которой Мы вернемся И обсудим Налоговые изменения Налоговую реформу С Анисом Даблсом Налоговым консультантом 1 июля Вот они вступили в силу Да И поэтому Это важная тема Не переключайтесь